Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Дачный сезон в самом разгаре. Обсудим, какие проблемы волнуют садоводов, как правильно оформить землю и постройки, и что нужно помнить дачникам, у которых земля в аренде. В нашей студии председатель Президиума Союза Садоводов Самарской области Владимир Алексашкин. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич! Добрый день! Вы согласны с тем, что сейчас дачный сезон в самом разгаре, и как вы его переживаете? Вы принимаете людей на месте, либо можете выезжать на дачные массивы, там общаться с садоводами и выслушивать их проблемы, как-то решать? Да, у нас дачный сезон сейчас в самом разгаре. Буквально с мая месяца все выехали в основном на дачи, и теперь самый разгар. И поливочного сезона уже появляются и ягоды, и огурцы, и помидоры, поэтому сейчас дачники, конечно, основное время проводят все время на даче. В связи с этим у нас очень напряженный график стал, без выходных. Мы выезжаем, и как и на массивы, встречаемся с жителями, встречаемся с дачниками, отвечаем на вопросы, принимаем участие и в общих собраниях, разъясняем основные положения закона, нормативных актов. Сейчас опять мы разрабатываем проект по выезду на место с представителями различных министерств, городской администрации, администрациям принципальных районов, непосредственно дачные массивы, и беседуем с нашими жителями городского округа Самара, пытаемся решить и помочь им в разрешении тех или иных, к сожалению, проблем, которые не решаются порой не только самими дачниками, но и зависит, конечно, решение вопросов от городской или от областной администрации. А какие специалисты у вас есть в Союзе садоводов? На кого можно рассчитывать? В Союзе садоводов, конечно, мы прежде всего ориентируемся на юристов, поскольку прежде всего правовая грамотность, она, конечно, нуждается в корректировке, и особенно сейчас, когда часто меняются законы, вносит изменения нормативно-правовые акты, то, конечно, дачникам нужно знать, как свои права, порядок оформления земельных участков, порядок пользования, знать, конечно, о правах и обязанностях. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, мы выезжали на дачный массив Воскресенка, то есть основные у нас жители Кубешевского района городского округа Самара имеют дачные участки. На данном Воскресенском массиве мы выезжали в садоводческое товарищество Бурмаш, и пришлось разъяснять дачникам их основные права, как оформляться должны документы по приходу денег. То есть люди в течение часа получали ответы на все вопросы. И часть проблем, конечно, сейчас и администрация района подключилась к решению этих проблем. Мы сейчас выработали комплекс мер по разрешению ситуации, которая там сложилась на этом массиве, и, конечно, в ближайшее время постараемся помочь в разрешении каких-то наиболее болезненных вопросов. А вас приглашают в какие-то вот... Да, конечно. Или вы сами в какую-то вот смотрите вот здесь? Еженедельно. Я сам сейчас принимаю дачников еженедельно, хотя в зимний и осенний период два раза в неделю, точнее, два раза в месяц, а сейчас еженедельно веду прием, и каждую субботу, воскресенье, и по приглашениям, и по просьбе дачника, по просьбе председателя садоводческих товарищей, выезжаем на собрание, на встречи с дачниками, вот где и отвечаем на все вопросы. То есть дачники просят пригласить тех или иных специалистов с того или иного министерства, или с администрацией района, которые правомочны решить тот или иной наболевший вопрос, естественно, я беру с собой именно представителей того или иного министерства. Это очень удобно, тем более, что многие дачники переселяются в дома загородные уже. Да, конечно, сейчас у нас очень много дачников, которые непосредственно уже круглогодично живут. То есть вопросы касались, прежде всего, обеспечения электроэнергии круглогодичной. То есть ряд садоводческих товарищей уже перешли на постоянное электроснабжение. Сейчас мы решаем вопрос о том, чтобы сети передавались непосредственно в Самараэнерго для обслуживания. И поэтому сейчас заключаются с дачниками индивидуально договора с каждым. Поэтому сколько нагорело, то есть и столько и оплачивает дачник. Поскольку та правовая неопределенность, которая имеется на некоторых дачных массивах, когда неизвестно, куда уходят деньги, которые собираются с дачником. И причем собираются по средним каким-то показателям, без обоснования каких-то норм, с учетом непонятных каких-то потерь, поскольку это должна быть испытательная лаборатория проведена, заключение, соответствующее получено, о нормах потерь. Но без этого председатели или какие-то неблаговидные люди под самыми различными предлогами различные дополнительные тарифы придумывают из головы, что является незаконным. Это мы тоже дачникам объясняем. Какие должны документы выдаваться, за какие средства и какие должны быть пояснения в приходном кассовом ордере, что это целевой износ, кто конкретно расписывается, за что, за какой период, за какие показатели. Это мы все дачникам, конечно, объясняем в ходе встреч. И, естественно, благодарны дачники, поскольку у нас все-таки люди пожилого возраста, не всегда они пользуются услугами интернета, не всегда следят за изменением законодательства. Вот в этом плане, конечно, мы стараемся каждую и субботу, и воскресенье выезжать на массивы. Но, более того, по наиболее назревшим проблемам мы выезжаем и среди недели, то есть на места встречаемся с людьми. И касаемо этого, прежде всего, сейчас водоснабжение, поскольку жара стоит на улице. И приходится решать в пожарном порядке некоторые вопросы. Ну, к счастью, хочется сказать, что и городская администрация, администрация муниципальных районов старается пойти навстречу дачникам и тоже поучаствовать в решении тех или иных проблем. Конечно, не все они решаются так быстро, моментально. Часть нуждается в решении в течение длительного периода времени. Связано с подготовкой каких-то разрешительных документов, с оформлением прав на землю, на объекты недвижимости. Да, у нас дачная амнистия как бы идет в разгаре, но, к сожалению, хочется отметить по городскому округу Самары, она немножко тормозится. То есть, по сравнению с другими муниципальными образованиями, Самара на самом последнем месте по оформлению... А с чем вы это связываете? Почему такая ситуация сложилась? Это связано, прежде всего, конечно, и с большой загруженностью департамента градостроительства городского округа Самара, но и связано с тем, что много выдвигает требований, которые ранее не выдвигались. То есть, в плане корректировки внешних границ, связаны с внесением данных по красным линиям, поскольку сейчас проекты какие-то разрабатываются по изменению границ земельных участков, по проекту с достройкой землепользования, внесению изменений. И поэтому приходится это постоянно то корректировать. Естественно, это вызывает недовольство, как и дачников, естественно, и председателей, которые постоянно задают вопрос, почему мы сдали, получается, три года назад еще план схемы, но по городскому округу Самары более 70% на данный момент еще никоим образом не оформили свои садово-дачные товарищества. Не говоря о том, что дачники сами тоже пока не могут в связи с этим оформить свои земельные участки. Это, конечно, очень большая проблема. Мы стараемся как-то ускорить, стараемся идти на диалог и с руководством департамента градостроительства города, но пока, к сожалению, видимость двигов не имеется на данный момент. А вы где располагаетесь? Какой телефон? Потому что вы обозначили столько проблем. Думаю, что сегодня... Да, проблем действительно много, поэтому у нас офисное здание находится Карла Маркса 177А, офис 8. Там мы работаем ежедневно с 9 до 17 часов. Еще раз говорю, суббота, воскресенье у нас выездные дни. Каждую субботу, воскресенье я и представители союза садоводов мы выезжаем непосредственно на дачные массивы. Да, и ваш телефон? И телефон 202-97-17. Можно звонить в любое время, записаться или на личный прием, получить какие-то консультации, разъяснения. Да, то есть много задают вопросов и получают разъяснения и по телефону. То есть не обязательно приходить на личный прием, можно получить какие-то разъяснения, объяснения. Да, нуждается иногда просмотр каких-то документов, рекомендации, чтобы были не общие, а практические. Чтобы человек получил исчерпывающую информацию, исчерпывающее разъяснение и знал, как и что поступать для того, чтобы то ли оформить земельный участок, то ли разрешить ту или иную ситуацию. У нас проблемы возникают как в взаимоотношениях, например, председателей правления со своими дачниками, там, с правлением, такие взаимоотношения. То есть ряд дачников недовольны работой, организацией работы, отношением, как председателей, так и членов правления. Вот такая ситуация у нас сложилась, например, в Садоводческом товариществе в Знаме Октября. Это у нас 18-й километр Московского шоссе. Часть товарищей находится в Красноглинском районе, часть в Кировском районе. Поэтому сейчас разбираемся в этой ситуации. Дважды я сам выезжал туда, на этот массив. И теперь дачники сейчас как раз собирают собрание для разрешения этой ситуации. Но председатель, это же выборная должность. Выборная должность, конечно, да. А на основании чего можно председателя сместить, убрать со своего места? Ну, этого, как бы, право предоставлено общему собранию. Общее собрание членов Садоводческого товарища праве в любой момент, независимо от истек, истек срок полномочий правления предыдущего или действующего. Если недовольны действительно люди и недоверие какое-то возникает. Да, естественно, есть определенные требования о порядке созыва собрания. Да, то есть это принято решение, и уведомление должно быть не менее, чем за две недели. То есть обозначена повестка дня, которая выносится на вопросы. Поскольку это может быть инициативная группа, это может само управление выступить, или члены ревизионной комиссии с требованием о переизбрании. То есть сами дачники в любой момент вправе спросить управление, у председателя потребовать отчет, потребовать любой документ, который касается финансово-хозяйственной деятельности, о расходовании денежных средств, об утвержденных сметах поступления денежных средств, расходовании денежных средств. То есть каждый член садоводческого товарищества праве ознакомиться в любой момент с этими документами. То есть воспользоваться этим правом можно хоть ежедневно. То есть просить документы, ни правления, ни председателя правления не вправе отказать члену садоводческого товарищества в доступе какой-либо информации касаемо деятельности садоводческих товарищей. Потому что я помню такой случай, что кто-то не платил, не было денег за электричество, и просто председатель взял большие ношницы, подъехал к этому дому и отрезал провода. Но это же тоже неправомерно. Да, это, конечно, неправомерно. Да, мы тоже дачникам разъясняем. То есть суть требования законодательства заключается в том, что ограничение права пользования инфраструктурными объектами производится только на основании решения суда. Ни правление, ни общее собрание не вправе принимать решение об ограничении доступа к системе электроснабжения или водоснабжения. Да, для этого есть определенный порядок, он определен четко с законом, только судебный порядок. Что касается пении за несвоевременную оплату, то это отнесено к полномочиям общего собрания, тем неплательщикам, или же которые не вовремя оплачивают. Да, естественно, общее собрание вправе наложить какие-то пении и принять своим решением о тех или иных размерах, каких-то дополнительных сборах для тех людей, которые несвоевременно исполняют обязанности по оплате членских взносов, целевых взносов, поскольку все-таки все сметы утверждаются самими дачниками, не правлением, не председателем правления, а самими дачниками принимаются решения о размерах целевых взносов, членских взносов. То есть сами дачники, они решают, сколько собирать и на что их расходовать. А те лица недобросовестные, которые не вовремя оплачивают, да, для них как бы общее собрание вправе установить пении, которые принимаются к этим недобросовестным платежам. Вот еще один такой блок вопросов, связанный с тем, что земляне в собственности находятся, а в аренде, и вот еще в лесном фонде. Вот вы полномочны решать такие вопросы или нет? Или вы только с собственниками работаете? Мы только у нас собственники. Сейчас те договора аренды, которые были заключены в 50-х, 60-х, 70-х годах, но они заключались на определенный период и уже давно истекли, но сейчас все это дело как бы переходит на право оформления в собственность. То есть в этом плане пока и областная администрация, городская администрация идет навстречу для того, чтобы помочь датчикам оформить земельный участок, который уже используется в течение длительного времени по договорам аренды, которые давно истекли, но фактически используются. Поэтому сейчас те изменения, которые внесены в закон Самарской области о земле, они позволяют именно этим датчикам воспользоваться правом бесплатного оформления данного земельного участка. Да, это те, которые не в лесном фонде, потому что когда лесной фонд, это отдельная история, и тоже очень много желающих тоже приватизировать эти участки, но по-моему там что-то... Ну это, поскольку лесной фонд, это относится к полномочиям правительства Российской Федерации, в частности в лице Рослесхоза, поэтому здесь ни Министерство имущественных отношений, ни Министерство лесного хозяйства, охрана окружающей среды и природопользования Самарской области, ни областная администрация не вправе распоряжаться землями лесного фонда, поскольку они находятся в федеральной собственности. У нас практика сейчас такая, пытается выработаться на основании постановления и рекомендаций правительства Самарской области по Волжскому району. Мы часть садоводческих товарищей, которые находятся на землях лесного фонда, уже в течение длительного периода, и более 70% уже оформили, стоят на кадастровом учете, остальные не могут оформить. Сейчас мы пробуем через внесение изменений в границы населенного пункта и включение их в состав населенного пункта, таким образом помочь дачникам оформить. Дважды Министерство лесного хозяйства отправляло документы в Рослесхоз, но дважды Рослесхоз возвращал на доработку и на то, чтобы Министерство лесного хозяйства Самарской области, привело какие-то серьезные аргументы о необходимости исключения из лесопарковой зоны и включения их на территорию населенных пунктов. Пока на данный момент третий раз еще документы не отправлялись, и сейчас мы проводим работу как раз по том, чтобы обосновать каким-то образом, что необходимо это сделать. Люди ведь пользуются уже более 50 лет некоторые и на землях лесного фонда. Они же не самовольно захватывали. Вопрос по самовольному захвату это даже вообще не обсуждается, поскольку пусть это самовольный захват хоть на землях лесного фонда, хоть земли сельхозного значения, они в любом случае не подлежат каким-либо бесплатным оформлению. А что касается людей, которые на вполне законных основаниях получили, уже длительный период пользуются на основании решений областного совета народных депутатов, решений горосполкома городского округа Самара, то, естественно, были первичные правовые основания для получения и выделения этих земельных участков. Но по тем или иным объективным причинам, но не по вине, конечно, дачников, дальнейшая работа была не доведена до конца. То есть правительством Российской Федерации не было принято решение о выводе из земель лесного фонда. Хотя часть у нас садоводческих товарищей, находящих на землях лесного фонда, такие постановления правительства Российской Федерации, они принимались, исключали земель лесного фонда. У нас и такие садоводческие товарищи есть, по которым работа именно администрации, но тогда еще обл. и сполком, то есть все-таки довел до конца. Но большинство все-таки садоводческих товарищей. Ну вот если все удастся с Волжским, вы говорите, да, это будет таким примером. И потом можно и в другие участки тоже. Это 26-й квартал пригородного лесничества у нас касаемо. Это по Волжскому району, включение их в границы населенного пункта Воскресенка, поскольку все-таки это там наши жители городского круга Самара. Вот вы сказали, что уже первый урожай собирают дачники. А как обстоит дело с реализацией товара? Потому что все мы знаем, что и экономическая ситуация ухудшается. И много денег тратят дачники на то, чтобы это все вырастить. И, может быть, есть смысл все это продать и оправдать свои расходы? Ну, я думаю, это, конечно, дачникам самим решать, да, куда использовать тот или иной урожай. Но вам что, были условия для продажи? Вот вы этим тоже занимаетесь, организацией или нет? Да, мы занимаемся организацией этой работы во взаимодействии с департаментом потребительского рынка. У нас специально открыты места на ярмарках сельскохозяйственных, то есть для реализации садоводами-дачникам, которые вырастили свой урожай. При желании можно. А вот куда обращаться? Собрала там дачница урожай? Куда вот едете? То есть это можно, конечно, напрямую обратиться и в департамент потребительского рынка и услуг городского округа Самара. Можно и к нам обратиться. То есть мы порекомендуем, куда обратиться. Поскольку у нас все-таки несколько рынков, где зарезированы места для дачников и для садоводов, которые реализуют свою продукцию. Имеется там определенное количество места для того, чтобы все-таки дачники могли приехать, воспользоваться бесплатным правом, чтобы реализовать свою продукцию. Это же и цены будет сбивать, вот если будет много дачников, торгующих своей продукцией, чуть подешевле, наверное. Ну, конечно. Ну, может, они в таком массовом порядке, но все равно. Ну, это касаемо, конечно, и качества продукции. Она неизмеримо выше по своим потребительским свойствам. То, что в них нет никаких пестицидов, химикатов, которые порой у нас используются. Мы же не знаем, что берем на рынке, когда оно выращено своими руками и где дачник может сказать… Не в таком массовом вот… Конечно, не в массовом масштабе, не в промышленном. Но поскольку мы же понимаем, что дачник, он прежде всего для себя выращивает, естественно, заинтересован в том, чтобы этот экологический продукт, конечно, прежде всего для своего потребления. Но если есть излишки, конечно, я думаю, каждый горожанин с удовольствием приобретет продукцию непосредственно у дачников, а не где-то у промышленных производителей, где есть промышленные технологии, специальные технологии, которые позволяют использовать химикаты для придания внешнего блеска, внешней красоты, но в ущерб, конечно, качеству продукции. И еще вот экологическую тему я хотела продолжить относительно вывоза мусора с дачных массивов, потому что вот нередко, да, картина, когда завалится, просто дачник едет из дачи и вот этот пакет свой огромный целлофан и просто бросает в лес на дорогу около дачи практически. Да, это, да, борьба, конечно, у нас... Вот какие-то штрафные санкции вообще, мне кажется, уже пришло время, хотя я противница каких-то наказаний этих мер жестких, но уже становится просто страшно заезжать некоторые массивы. Да, сейчас помимо того, что мы проводим работу с администрациями районов, полномочия которым переданы по муниципальному контролю, сейчас во взаимодействии мы выезжаем и на места, фиксируем факты незаконного складирования твердых бытовых отходов, здесь мы выезжаем и с административными комиссиями на дачные массивы. Есть, мы проводим сейчас непосредственно первоначально для того, чтобы не принимать сразу карательных мер, разъяснительные, что какие последствия влечет нарушение того или иного законодательства, какие штрафные санкции могут быть наложены на председателя садоводческого товарища как на торжественное лицо, какие штрафные санкции накладываются на само садоводческое товарищество, которое образует эту незаконную свалку. Ну, конечно, прежде всего мы сейчас стараемся разъяснить основные требования закона, разъяснить меры, которые могут быть приняты. И пока сейчас, на данный момент, стараемся помочь именно эти несанкционерные свалки ликвидировать. Да, если будут установлены контейнеры, то не будет же свалок. А кто вот вправе и может установить контейнеры, закупить их? Это опять же сдачников деньги будут собираться? Да, это сдачников собирается, заключаются соответствующие договора на обслуживание и на вывоз твердых бытовых отходов. Это специализированные площадки по сбору отходов. Они имеют свои требования по бетонированной площадке, по складированию. То есть администрация муниципальных районов готова предоставить и для создания этих мест какие-то земли на арендных условиях. Не обязательно, чтобы это было внутри садоводческого товарищества, чтобы и запахи где-то не складировать, для того, чтобы крыс там образовывались рядом с садоводческим товариществом. И муниципалитет всегда готов пойти навстречу, предоставить небольшую площадку за символическую плату, чтобы воспользоваться датчики могли именно благоустроенной площадкой для сбора бытовых отходов. Сейчас вот мы отрадно отметить, что и сами председатели после таких вот мероприятий, я вчера был точно так же на Зимовском заводе, на садоводческом товарищество завода имени Масленникова, выезжали и вот председатель вывез мусор, 4 КАМАЗа мусора, который непосредственно был около садоводческого товарища. Мы приехали и уже последняя машина вывозилась, то есть датчики сами как бы приняли решение, что нужно ликвидировать. Это было буквально вот после двухнедельной встречи назад, когда с администрацией района мы собирали, побеседовали, разъяснили и отрадно видеть, когда уже работа как бы пошла и мы видим результаты, что облагороженная площадка стала, нет, одной свалкой меньше, то есть администрация пошла, поселковая администрация пошла на бесплатное предоставление талонов на утилизацию этих отходов, сами же датчики оказались там и владельцами спецтехники, поэтому было принято решение, что они утилизировали эти отходы. И вот было очень приятно, хотя Мима проезжал, остановился, да, мы с председателем переговорили, да, вот после принятого, после встречи мы приняли решение, да, воспользоваться этим, пока администрация района предоставляет бесплатно нам талоны на утилизацию и, естественно, они воспользуются этим правом, то есть муниципалитет не только требует, но в данной ситуации мы, наверное, выстрелили диалог таким образом, что и старается и городская администрация, и районная администрация как-то поспособствовать, да, в решении этой проблемы, поскольку это же не только датчиков касается, но и касается и города, это касается и области, когда приятно видеть, что по чистой дороге едешь, нет ни свалки, ни мусорки какой-то, то есть это и для датчиков приятно, конечно, это и красит сам весь дачный массив, это, как бы, наверное, и вообще для экологической обстановки, как массива, так и для города, для района, это, конечно, хорошее дело. Что касается применения таких мер жестких, но пока мы дали определенный период времени, то есть месяц для того, чтобы все-таки и председатели организовали эту работу по вывозу, потом мы с комиссиями, конечно, выйдем, будем выезжать на массивы, какие председатели отработали, где вообще пропустили мимо ушей, естественно, я думаю, без административного реагирования на данные факты, когда ни правление, ни председатель правления не организовал работу по ликвидации этой свалки или хотя бы какие-то меры предпринял, то, естественно, к ним наверняка будут приняты меры административного воздействия. Вы сказали, что у дачников есть права и обязанности, вот про права-то мы много слышим, а какие обязанности? Ну, конечно, обязанность прежде всего, это общегражданские обязанности, это как любого гражданина по отношению к соседям, это обязанности по отношению и к уважительному соблюдению требований, принимаемых общим собранием членам садоводческого товарищества, о соблюдении правил поведения на дачных массивах. Конечно, прежде всего, обязанность, конечно, соблюдать права и интересы соседей, не захламлять и не захватывать земли общего пользования садоводческого товарищества, это касаемо сужения проезжей части дорог с целью обеспечения пожарной безопасности, то есть разворотных площадок, это касаемо соблюдения правил, установленных общим собранием по уплате членских взносов, целевых взносов, то есть поскольку они принимаются все-таки самими датчиками, то решение большинства, конечно, тоже надо исполнять, можно соглашаться с ним, можно оспаривать, но если приняли решение большинства о размерах членских взносов, то это обязанность их собирать, как целевые взносы, так и членские. Конечно, естественно, все соблюдать права и обязанности, которые изложены в уставе самого садоводческого товарищества, они расписаны, ну, конечно, они те же самые общие, касаемо общих прав и обязанностей граждан, так и, конечно, датчиков, которые пользуются дачным массивом. И, конечно, еще обязанность – это использовать свой земельный участок по целевому назначению, прежде всего. Потому что земля – это, конечно, особенный такой, даже не материал, а как это было. Да, и у нас, да, есть факты, к сожалению, когда начинают строиться на садово-дачных участках какие-то промышленные здания, автомойки, магазины, то есть, что категорически противоречит требованиям 66-го закона. А вот такие бытовые вопросы, допустим, часто распивают соседи по даче алкоголь, слушают громко музыку, нецензурная брань, не спят там до пяти утра, гуляют. Вот с такими тоже к председателю идти или пытаться самим как-то? Да, конечно, это и к председателю, конечно. Это, прежде всего, это внутренние, конечно, отношения самого дачника к своим соседям. Ну, вот если никак не реагируют. Вот так они привыкли. Никак не реагируют. Те же самые требования, которые касаются чешины, соблюдения порядка, они также применительны к садовому товарищу, не только городским квартирам и к домам, которые находятся внутри городского округа. Поэтому здесь правило, конечно, вызывать и полицию, участкового, но телефоны участковых и закрепленных фамилиями, отчественных данными, они всегда у председателей имеются. Они на доске информации обычно все расклеены, как вы участковый. То есть в любое время, конечно, по таким фактам необходимо звонить и в органы полиции, то есть участкового вызывать для фиксации таких нарушений. Для того, чтобы все-таки была не только оценка моральная, но еще и правовая дана оценка тем или иным действиям от дачников. Понятно. Вот опять вернемся к тому, что сейчас такая сложная экономическая ситуация и были такие прогнозы, что станет больше и дачников, заинтересованных в ведении своего хозяйства, в выращивании своих плодов, овощей и фруктов. Вы это подтверждаете или нет? Да, мы подтверждаем. Буквально я выезжал на собрание две недели подряд, каждая суббота и воскресенье, причем с разными людьми, которые имеют опосредованное отношение, но с представителями городской администрации, представителями министерства выезжал, и они своими глазами еще мне и говорили, неужели? То есть были мы буквально с этим человеком четыре года назад на реализации проекта, три года назад на связи с губернатором, выезжали на тот же самый массив, и мы видим, есть преобразование в сторону улучшения в плане того, как более современные дома стали появляться на дачных участках. Те неосвоенные земельные участки приобретают то ли прежние хозяев, то ли новые собственники стали появляться, стали уже как-то более серьезно относиться к развитию своей инфраструктуры, то есть дачники заинтересованы в том, чтобы стали прежде всего, чтобы у них была постоянная электроэнергия, с индивидуальным договором, с оплатой строго по счетчику, то есть прежде всего по решению вопросов по водоснабжению, чтобы была постоянная вода, чтобы она стала не только технической, но еще и питьевой. То есть эти вопросы, они начинают реализовываться, и когда видишь за эти три года, пока я ослабляю эту организацию, то есть есть изменения, которые я вижу в садоводческих товариществах, где я бываю, да, у нас их более полутора тысяч, не во всех я, к сожалению, побывал за эти даже три года, поскольку все-таки очень много, и не каждый день я могу выехать, поскольку много и другой текущей работы. Объем работы большой, конечно. Объем работы колоссальный. Спасибо вам огромное за то, что к нам пришли, разъяснили вот такие основные проблемные дачные вопросы. Успехов вам в вашей работе, результативности, эффективности, всего хорошего и здоровья. Спасибо. Поэтому, если какие-то проблемы, конечно, возникают. Обращайтесь, да. Да, звоните. 202-97-17. 97-17. Мы с большим удовольствием послушаем. Еще раз повторю телефон. 202-97-17. До свидания. Все хорошо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»